Батончик! Это большой батончик. Большой? Мне один и тебе один, да. Ты не набрала, а где же он лежал? Ну, где он лежал? Лежал. А почему я не видела? Я запрятал холодильник. Ты даже не бачила. Она шукала шоколад. Я ей сказал, что я ей шоколадку купил. Но она не догадалась, где. А я думала, ты же сказал, что нету. Ну, видишь? Я больше взял, не маленький. Да, это вкусная батончик. Я хочу вот этот. Довольна? Да. Она очень любит... Ты очень любишь, да, нацию? Да. Очень вкусная. Я тоже в последнее время... Оце мы взяли просто... Я и вчера взял маленькую, только шоколадку. Ей так сподобало. Я лежала, смотрела в фильме и говорила... Ммм, какой вкусный. Ммм. А как у вас не спрятали? Я тебе не покажу, это моя нычка. А это в холодильнике было? Не скажу. Ммм. 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 Я не сказал, я поделюсь по-любому. Это для чего? Кстати, я сейчас покажу за твои кеды. Откажи-покажи. Друзья, в общем, такая уж справа. Второй раз уже стираю. Второй! Мы ничего не можем сделать с этими кедами. Купили и эти дешевые кеды и выполнят это видео в Киеве. Смотрите, на все жовтые эти разводы. Вона уже в другой раз стирают и они ещё мокрые. Только начинает сохнуть, начинают жовтые пятна полностью. Вода мокрые нормально, а чем сильнее начинает подсыхать, тем желтеет. Короче, не знаю, может у когось есть варианты, как с этим бороться. Я сейчас сразу скажу поправочку, Женя. Сразу скажу поправочку. Якую. Что, ну, я думаю, что люди будут писать, водой я хорошо споласкиваю. Может мне будут писать, что они в мыле там шампу. Она и содой мыла, и всем мыла. И споласкивал до такой степени, что... Да, я споласкивала максимально хорошо водой, и все равно вот это происходит. Очень хорошо мыла там. И, в общем, чем я только не мыла, не помогло. Ну, в общем, будем очень хорошо споласкиваю водой. Просто многие, мне кажется, будут писать о том, что я плохо вымыла кенды, и они, типа, умыли. И за счет того, что они умыли, они вот так желтеют. Ну, нет. Ну, да. Придется завтра опять стирать. Придется. Зараз мы сникуем вам кое-что хотим показать, чтобы вы, Саша, побачила. Все просили пакеты в роддом. Сложила я или не сложила, я сложила. Так. Ты подавала, ты, ты? Да, подавала. Это все, и в той пакет тоже? В той, да. Все, все. Нифига себе. А ты что думала, что это? Да. То есть ключка? Так, это... И ось, да? Ну, да. Вот это пакеты. Давай вот этот первый. И вот это пакеты. Вот это у меня в каждой пакете подписаны. Ну, коди, сейчас будем заново начинать, чтобы они все стояли, так. А, ну давай. Давай. Друзья, всем привет. Мы из Украины. Сегодня мы вам покажемо дуже доброе и интересное видео. Дивите до конца, не пропускайте. Это будет всем девчатам, будущим мамам. Дуже будет интересно. Так что, смотрите. Какие видео? Вы просили все никуда, чтобы... Меня очень много. Спрашивали, сложила я пакеты в роддоме или нет. Я уже сложила. Это все родовое отделение будет? Ну, это для родов, для нашей дитины, да? Ну, у меня каждый пакет подписан. Вот это в роддом, вот это в послеродовое отделение, вот это малому, а вот это на выписку. А, то есть это должно всегда в тебе стоять, да? Конечно. Вдруг мне завтра рожать, и мне еще что, бежать. И они должны быть сложены уже вот так вот по пакетам? Да. Ага, это у каждой девчины, да? Должного, кто готовится на роды, вот такая все будет, правильно? Ну, все, чтобы просто все знали, что кому требует готовить. Если вы вагитные, вы уже готовите. Ну, может, у каждого там свои списки. Но в лекарне кажут список, який надо купить, да? Да, но у каждого роддома свой список. И вот это все тут находится, все куплено, так? Ну, да, но я еще не все, да. Я еще вещи малому не все доложила. Там надо еще боди, слип, ну, в общем. Так, вот это, я не знаю, это надо или нет, но я на всякий случай взяла. Это халатики хирургические. Может, тебе надо будет переодеваться? Да. А может, если не надо, ну, пускай будет, мало ли. Это я взяла на всякий случай, может понадобится. Так, там нужна бумага. Это тапки. Тапки, говорят, желательно резиновые, чтобы, ну, чтобы мылись. Вот это у меня будет сурочка. Там нужна именно такая, ну, хэбэшная сурочка. Угу. И халат. Тоже у меня хэбэшный халатик. Вот. Там такие, как у меня, секси-пекси, халаты не подходят. Угу. Халатик. Это бродова. И резиночка для волос. Угу. Там нужна. Так. Это чудо. Это один пакет, да? Да. Так. Дальше идем в пистая родова. Угу. Пистая родова. Так. Там нужны пеленки. Угу. Бутыли, да? Нет. Это мне. Послеродовые пеленки. Ничего себе. Девяносто на шестьдесят, вроде. Угу. Сколько штук? Пять, да? Ну, да. Для спорта. Так. Вот это. Я не знаю, это нужно или нет, но я взяла. Это молокоотсос. Угу. Это вот так оно. Как оно происходит? Ну, я думаю, что вот так. И на сиську. Вот так, да. Сиську зажимаешь? Да. Ничего себе. А я могу себе такое сделать? Нет, там не надо, Женя. Да? Я думаю. Там ничего. Я пробовала, все подходит. И потом сюда молечко. Вот так. Красивая бутылочка. Угу. Вот так и все. Вот такой у меня недорогой. Я думала, зачем покупать там, блин, за три тысячи гривен какой-то молокоотсос. Я решила, авось, и это будет хорошую. Хорошую вроде. Молокоотсос. Так. Влажные салфетки. Угу. Мыло там надо. Хозяйственное. Угу. Прокладки послеродовые ночные. Сколько капелек? Это... Насколько капелек. Ночные. На раз, два, три, на четыре. На четыре капельки. Да. Угу. Вот. Это... Это обычные прокладки дневные. Это ночные, они поплотнее. Угу. Гель нужен. Мыло. Мыло. Мыло, да. И после вот эти кормящие ливчики. Знаешь, что это такое кормящие ливчики? Ну, да, трошки. Это когда вот, когда он снимается, видишь? Угу. И сиська вываливается. Да, ты знаешь, да? Вот так оно все происходит на защелочке. И вот так и кормишь. Я ввела себе два... Две штучки таких. Все. Это послеродовые. Угу. Маленькому. Это маленькому. Это нашему ливику. Да. Это тоже. Пеленки. Угу. Одноразовые. Это памперсы. На 3-5 килограмм. Угу. Угу. Салфетки нужны. Угу. Деложные. Потом присыпка. Тоже надо. Это пеленки хэбэшные. Угу. Сшила мама. Это полотенечко ему... Когда его там будут подмывать, это ему полотенечко. Малюк. Маленькое возьму, а может и вот это возьму. Мыло детское. Этот термометр. Уже купленный, что ты в мене взяла? Это наш. Наш? Да. И еще нужно будет купить ножницы. Ножницы еще не купила. Это чепчики. Надо туда. Ой, какие маленькие. Да. Вот такие. И пока что взяла носочки. Вот. Я не знала. Я не знаю, какие там может сильно маленькие, может сильно большие. Я еще не разберу. Это царапки на ручки. А это тапульки такие. Не знаю, пригодятся или нет. Тапочки, носочки. И вот четыре носочка взяла. Еще надо... Что еще надо? Сейчас посмотрю. Я не все доложила. Достаточно. А у цели пока? Цели буду конверт. А это на выписку. Сейчас покажу. Так, мылом еще надо положить боди и слип. И слипы. Я еще не положила. Ага. Да. В роддоме еще нужно положить вот сюда носочки и водичку. Ну, водичку это уже потом. Ага. А в послеродовое я еще не доложила тоже носки, полотенце. Вот оно будет. Мыло хозяйственное. Салфетки сухие, кружка, чашка и ложка. Это то, что я еще не доложила. И на выписку... На выписку это будет конвертик. Вот. Вот такой. Я просто не знаю, будет холодно или будет жарко. Если будет, ну, такая не жаркая погода, то вот так. А если будет очень жарко, то я сниму отсюда, ну, то, что внутри и закутаем его только... Круто. Вот так. А это платьице мое на выписку вот такое голубенькое. Все, не покажу, покажу только кусочек. Это будет мое платьице на выписку. И босиношки. И еще косметика здесь будет. Ну и все. Да? А, ну еще и поломыш. Я не выбрала, в чем мы с Женей потом сядем и посмотрим, в чем я буду, ну, мало уважая на выписку, его ж не только в конверт, его ж надо еще одеть там. Вот лежит, это сто процентов будет вот этой шапочке. А, все белые? Да. С ушками. А, все, все белые. Вот такой шапочке. А что будет? На нем там много вещей, мы посмотрим. Тут еще богато всего. Да. Ого. Ого, что оно так открывается погода? Не знаю. Не понимаю. Может, да, что-то застряло. Да не, реально. Ну, должно же нормально. Может, надо смазать вот эти штучки здесь? Да, да, да. Вот уже что-то открывается. Не, ничего не застряло. И мой, Вольга, сосочку возьму, наверное. Ничего себе, скейки, тут все, ой, ё-моё. Да, это еще не все влезло. Такий шкафчик надо, я даже не знаю. Да, у него вещей, блин, там шапочек, блин, 15 штук, и мы шапочек, блин, да. Да, тут будет уже богато все. На каждый день они могут одеваться, он будет у нас, как этот. Все пипец, все дитячие такие. Да. Ну и все. Ну, круто. Вот так. Я еще не все доложила, но то, что я не доложила, я вам прочитала. Угу. Как-то так. Может, кто-то, если я что-то не доложила важное, то вы пишите в комментариях, Женя или мне, в директ. Субтитры сделал DimaTorzok